Я рад вас всех видеть, знакомиться к вам, первый раз вижу. Меня зовут Миколай Владимирович, я заместитель директора по наручной работе в Музее СИЗОБО Семьи Рейдма. Сегодня у нас продолжение цикла лекций «Релики и предшественники, современники, сотрудники и продолжатели». И мы открываем наш сезон лекций «Шаховские в родственном окружении Рейдма». Действительно, в семье Рейдма было большое родственное окружение. Семья была окружена единомышленниками и очень интересными людьми, которые часто, будучи родственниками, вступали с ними в деловые, дружеские, творческие отношения. Поэтому нам всегда интересно подходить к новому имени или к новому ответвлению этого огромного круга. И сегодня мы поговорим о том роде, который часто упоминается среди митусовых, путятинных, рейдиков. Это «Шаховские». Мы, прежде всего, когда говорим о «Шаховских» в стенах нашего музея, мы понимаем, что речь идет, прежде всего, об Анастасии Васильевне Шаховской, врожденной Голенищевой-Кутузовой, княгине и ее потомка. Мужем ее был действительно старский советник, князь Михаил Константинович Шаховской. У них были дети. Константин Михайлович, который посвятил себя земской службе в Петровской губернии, депутат Государственной Думы России 2-го и 4-го созывов в начале 20-го века. Также Яков Михайлович Шаховской, сын, директор Псковского хозяйственного училища, глава Псковского Красного Креста, внук княгини Шаховской, двоюродный племянник Елены Ивановны Рейбин и Степана Степановича Митусова, князь Константин Яковлевич Шаховской стал священником. И он был одним из прототипов главного героя фильма «Хатиненко. Поп», вышедшего в 2009 году. Мы с вами поговорим и о других Шаховских. Откуда берутся вообще сюжеты наших лекций? Часто они берутся из писем, из переписки. Всегда интересно, читая письма, рейков, понять, кого они упоминают, кто эти люди. И вот вышедший относительно недавно на готовник писем Елены Ивановны Рейбин заставляет обратить внимание на эту фамилию самых разных слов. И упоминаются самые разные Шаховские. Кто же это за рейбин? Ну вот, например, у меня в выписке из третьего, четвертого тома писем. Елена Ивановна пишет своим американским сотрудникам. Но если новые русские друзья помогли Зиночке сделать перевод памфлита, это было бы очень полезно. Кто знает, может быть, и явится позднее возможность напечатать. Кто этот Шаховской, которого Зиночка впервые упоминает? Спрашивает, его это имя я слышал от Владыки, но с упоминанием Типова. Может быть, это хороший дух? Сейчас слышу именно о новых будущих сотрудников. Здесь речь идет о Зиночке Григорьевне Лейхма. В то время это 15-е рок-135-го года. Владыка это учитель рейбингов Махат Мамори. А титул имеется в виду княжести. Вот Елена Ивановна пишет своему мужу и своему сыну Николаю Ксичу Юрию Николаевичу из Индии. Недавно слышал о новых сотрудниках. Между прочим, о князе Шаховскому. И Зина уже во втором письме пишет о каком-то Олеге Шаховскому. Но толком не пишет, кто он. Он помогает ей распространять статьи и помещать отзывы в книг. Запросила ее. Получила письмо от Саны Мороксовой. Сообщает, что Чебыти вымер от грудной жары. Соня по ее словам стала неузнаваемой. Не осталось ни тени от тщеславия, зависти, эгоизма и так далее. Что-то с трудом верится в таком превращении. Читает в нее учения. Мы видим, что во многих письмах и друг другу, и другим людям рейхи так или иначе обращаются к помощи или общаются со своими родственниками. И они были включены в большую работу. Этот фрагмент 28 августа 1935 года. А вот что она опять пишет в Америку своим сотрудникам. Зиночка, это Саняна Григорьевна. Литма. 30 августа 1935 года. Зиночку прошу собирать новых людей около учения. Нужно составлять кружки. Кто этот, Шаховской? Чем больше людей соберутся около учения, тем лучше. Книги живой этики могут быть выдаваемы открыто. Пусть они связываются с нашим или временно с моим именем. Но, повторяю, бояться нечего. Старая церковь не будет нашим другом. Это тоже было испытанием и очищением пространства. В другом письме 17 сентября 1935 года. Нам всячески нужно вербовать новых друзей. Прошу Зиночку приваскать Олега Шаховского. Возможно, что он и есть указанный князь Шаховского. Наконец, 24 сентября. Через неделю. Думаю, что владыка имеет в виду молодого Шаховского. Родная сестра моей матери была замужем за князем Михайловым Константиновичем Шаховским. Давайте взглянем на этот княжский герб. Бывшим Уланом и Псковским помещикам. Вы видите воинское отличие, артиллерия, пушкари. И вот здесь дана роспись про сапографию, генеалогическая таблица Анны Васильевны Шаховской, княгине, урожденной Геремичевой-Кутузовой. И упомянутый Илья Ивановна Шаховский, вот Михаил Константинович, здесь, вот в этой клеточке. Он родился в 1842 году. Итак, родная сестра моей матери была замужем за князем Михайловым Константиновичем Шаховским, бывшим Уланом и Псковским помещиком. Сейчас у меня много племянников Шаховских, и я не знаю, где они. Может быть, убиты, ибо все были офицеры. Может быть, они нам сродни, но, конечно, Шаховских много. И еще есть упоминание об Олеге Шаховском. Интересно, что рерихи гордились своими корнями, гордились своими предками. И вот в письме 20 декабря 1935 года, рассуждая о том, как идея Пакта Рериха, международного договора о защите культурных ценностей важна, как важно ее увековечить и продвигать, Елена Ивановна пишет, что иногда важно, зная маленькие человеческие слабости, сообщать, что носителем этой великой идеи является человек, в роду которого много славных предков. И супругой его является женщина, происходящая из славных обидий. Что тоже очень важно, подчеркиваю. Ну, тут она пишет, зная маленькие человеческие слабости. То есть слабость в знатности, видимо, имеется в виду. Можно указать, она пишет, и на то, что моя мать, урожденная Горедничева-Кутузова и ближайшие родственники наших, Низьяк-Кутятин, Шаговский, Мусорский, Чилищевый, Бороны Гейкин, Бороны Тауа и так далее, думает со мной, что она это тоже оценит. То есть та дама, о которой речь в этом письме. Поэтому религи использовали и это тоже в своей общей работе, в своей жизни. Вообще у нас сегодня такой вечер писем. Хотелось бы много успеть прочесть, много обозначить. Вот откроем четвертый том. Здесь опять отмечена уже княгиня Шаговская, которая после тех событий, которые случились в Нью-Йорке, с Нью-Йоркским музеем Рейрика, он был подвергнут фактически разрушению, встала на позицию сотрудников Рейрика и собирала петицию среди своих друзей противовеским темным силам, которые разрушили это учреждение. Мы не знаем, к сожалению, ее имени. Мы даже не знаем, кто такой этот Олег Шаговской. Елена Ивановна, она тоже на самом деле, вот так и по письмам и не узнала, чей он пленянет, с каким Шаговской. Но так или иначе оказалось, что эти люди проехали к Рейрика и очень им помогали. Вот в письме американским сотрудникам 19 августа 1936 года упоминается еще один факт, когда хорши, разрушители музея Рейрика, их приспешники стали изменять внутреннее братство, музейные помещения этого музея Рейрика, когда они дошли не только до выставочных залов, но дошли уже до часовни и святого сервия, а до вот что пишет реноватно-берекарских сотрудников. На юбействе воображаем, как были возмущены Шаговские, Московы и другие порядочные люди, произведенные качунством часовни. Только отвратительную злую волю можно объяснить эту темную войну, которую трио, ну, трио предателей, трио Хорши и принтушек к ним Эстер Лихман объявила никому другому, как святому сервию. Сделали они это в полном знании, значит, и в полной ответственности. В то время, когда в Индии индусы Магометане печатают жизнеописание преподобного и пишут о нем с величайшим почтением, тогда в то самое время в стране, известной своими цивилизованно широкими взглядами, происходит кощунство. Неужели этот эпизод придется закончить восклицанием Пушкина народ безмолзный? И здесь Шаговские, опять же, на стороне рельефа выступают. Нет магнитов мощнее сердечности, пользуйтесь им широко. Что Шаговские? У Олега аура была очень хорошая. Опять напоминается Олег Шаговской. Радовались слышать, что Олег Шаговской работает у брата, в большую букву. Пусть это будет обоюдно полезная работа, наверное, и брат оценит его прекрасную сущность, ведь порядочные люди нелегко находимы. Кроме того, он был указан. Вот такой очень интересный Олег Шаговской возникает в письмах Лены Ивановны. И это только маленькая ниточка. Одна из многих ниточек, которые дуно к этому славному роду. Итак, эти упоминания относятся уже к сентябрю и октябрю 36-го года. И вот даже одно это упоминание меня всегда привлекало к этой фамилии. Хотелось взять в какой-то момент обо всех, собрать материалы, поговорить. Еще упоминаются и другие Шаговские, и о них мы тоже скажем. Например, упоминается владыка Иоанн Шаговской. Здесь скорее упоминание негативного рода, и об этом мы еще отдельно скажем. Итак, вот перед вами, я уже продемонстрировал, ближайшие предки и потомки Анастасии Васильевны Гернищевой-Кутузовой. Это найдет как Елена Ивановна Шамочниковой Рей. Кстати, поскольку она здесь представитель монгольской науки, отмечу, что по прямому происхождению Анастасия Васильевна, так же как и Елена Ивановна Рей, происходит из монголо-татарского рода. И есть предки монголов. Но это очень глубокой древности. Можно пошутить, что мы все предки Чингисхата, потому что через 700-800 лет происходит очень много параллельных линий, пересекаются они. Но так или иначе, вот Азарьева Анастасия Васильевна, ее мать и, получается, бабушка Елены Ивановны Рей, она из рода Ельчаниновых, Ельча один из таких родов, который восходит в Чингисхан. Ну, это так гласит предание. И вот Анастасия Васильевна Горнищева-Кутузова. Мы ее упоминаем как супругу Михаила Константиновича Шаховского, князя, родившегося в 1842 году и умершем в 1907. А Анастасия Васильевна родилась в 1856 и умерла в 1917 году. Много раз упоминается в письме Халяны Ивановны. Это Герк Шаховский. Интересно, что семья Рейвихова да и многие другие родственные семьи еще ассоциируются в нашем восприятии с усадьбами. Рейки познакомились с дворянской усадьбой, где отбывали Шаховские. Это усадьба князей Путятина, Балагу. У этих родов, у каждого из этих родов, я имею в виду Горнищев-Кутузовых и тетки Елены Ивановны. Одна вышла замуж на Ржова, другая вышла замуж за князя Путятина. В первом браке она была женой Митусова. Третья вышла замуж за Шаховского. Четвертая вышла замуж за архитектора Шапошникова. И у многих их родственников и у них самих были свои поместья и усадьбы. Но, конечно же, у Шаховских таких усадьбов было, наверное, больше всех. И вот здесь в конце примера я показываю вам усадьбу Вастина, где жил декабрист Федор Петрович Шаховской. Это Чеховский район Московской области. И еще одна московная усадьба в Шаховском районе усадьба Белая полка. Усадьба Шаховский. Это наверное главная родовая усадьба, которая вообще может быть отмечена известная как поместья Шаховского. Род этот древний, как вы понимаете, может быть не понимаете, но, наверное, вы слышали воспользование Рюльнику самому. И родословная это начиналось еще в те почти баснословные времена, но известно с 11-13 веков от киевского князя Владимира Святославовича к его праву Владимиру Мономаху. Потомки владели Смоленском и Смоленскими поместьями, назывались князьями Смоленскими. Один из потомков Федора Святославовича, умерший в 1299 году, к концу жизни княжем Ярославля. А вот потомок Рюрика в 17-м корее, живший в 15-м веке, получил прозвище Шах. Это правнук получившего в удел город Ярославль Давида Федоровича Константин Глебович, князь Ярославства. Вот у него было такое прозвище Шах. Его внук Александр Андреевич Шемяков с многочисленным потомством образовал 9 летвей родословного древа. И сейчас их очень много княжеских княжеского этого древа потомка. Правнуки вот этого Константина Глебовича, князя Ярославского, все уже носили фамилию князей Шаховских. Хотя параллельно до 17-го века тоже назывались князьями Шемяки. В 80-е годы 18-го века был утвержден герб Шаховских. Вот этот герб я вам уже демонстрировал. Он содержит основные детали городских гербов Киева, Смоленска, Ярославль. Соответственно понятно происхождение этого рода. К сожалению, в этот усадь белая колка почти ничего не осталось, только небольшой фрагмент. Здание дома управляющего сохранилось, Андреевская церковь, 1807-го года. Это их родовое внизу. Но Шаховских, конечно, было много, и, соответственно, много было родовых гнез уже вот этих ветвей. Наша ветвь, я не говорю, рейнерская, связанная с рейнерами, она относится к Скворскому ответвлению. И вот Елена Иванова Рейнер посвятила Шаховским несколько абзацев и несколько предложений в разных своих сочинениях. Но прежде всего такое известное генеалогическое сочинение под названием «Герб рода Галяничево-Кунтузово». Сохранились фотографии. Фотографии представителей этого рода, связанных с рейниками, сейчас хранятся в бывшем архиве Международного центра рейнер, в архиве Советского фонда рейнер в Москве. И вот я вам сейчас демонстрирую две фотографии. Вот одна из них относится к 1887 году. Здесь Екатерина Шаховская и Елена Шапошникова. Две кузины. Вот так в этой фотографии воспроизводится миграция Международного центра рейников. Так она представлена на сайте Музея Николая Рейкова в Нью-Йорке с ссылкой на Международный центр рейкова в Москве. И еще фотографии, где уже обе кузины подросли. Екатерина видна существенно старше дельеры будущей супруги Николая Рейкова. Но вот эти фотографии практически единственное, что я вам могу сегодня показать. Хотя, конечно же, существуют и другие материалы, и эти фотографии находятся в архею Международного центра Рейкова. К сожалению, у меня не было возможности откопить. Вот что пишет в своем сочинении. Вот вы видите первая страница рукописи. Такая вот рукопись, автограф Лены Шапошниковой, род Голиничево-Кутузов. Вот если прочитаем эту часть, которая относится непосредственно к шахарству. Анастасия Васильевна Голиничева-Кутузова вышла замуж за князя Михаила Константиновича Шахарского. Имела трех сыновей и двух дочерей. Сын Константин, Гродинский Гусак, женился на Леоносове и имел двоих сыновей. Михаила и Георгия, погибших во время войны и революции. И двух дочерей. Старшая Екатерина вышла за бароной Аванковина. После революции попала в Берлин, обладала изумительным голосом. Ничего не неизвестно. Так же и об остальной семье. Вот еще раз, вот так выглядела в самом раннем отречестве Екатерина Аванковина, которая обладала изумительным голосом. Сын Яков Шахарской был директором Агрокультурного училища Псковской Губернии во время Второй войны с немцами. Был женат на дочери местного священника. Имел трех сыновей и двух дочерей. Старший Константин священник. Второй Мстислав отбывал воинскую повинность, скончался в больнице в Рею. Младший заканчивал образование в университете. Старшая дочь вышла замуж с фамилией не помню и младшая осталась при родителях. Здесь Елена Ивановна в своем сочинении отмечает всех своих основных родственников. Всех теток, всех дядей. И вот отдельное внимание она уделяет и Шаховску. Сохранился отредактированный экземпляр сочинения Елена Ивановна из актива Павла Ивановича Беликова. Вот так выглядит одна из страниц этого экземпляра. И мы долгое время пользовались именно этой копией. Надо проанализировать эти рукописи, эти копии с тем, чтобы выявить какие-то отличия. Дело в том, что тот инцикляр, который у нас хранится, в наших фонах, он отличается от всех известных материалов. Вот так выглядит набранная уже в машинописи. Вы видите на экране эту рукопись. Когда-то мы ее перепечатали и так она и оказалась в архиве Людмилы Степановны Медусовой. А перепечатывалась она по оригиналу по данным Павловичам Беликова. Вот к этой рукописи было сделано обновительный указатель и вот вы видите в этом обновительном указателе как расписана фамилия Шахарский. Анна Васильевна Шахарская, три сына, имена двух известных Константина Яковл и две дочери, имена которых неизвестны вот по этой розписи. Что касается Екатерины, мы уже установили, Екатерина стала ванхором. Еще Шахарские упоминаются в другой рукописи Ливана под названием Роткутятина. Я уже объяснял, чем связаны эти фамилии, почему здесь мы упоминаем и Шахарских. Интересно, что мне готовят лекцию, пришлось еще раз обратиться к материалам нашей сотрудницы внештатной, которая много лет работала над генеалогическими материалами Рейников, Кутятин, Шахарских, Голенищев, Кутузов. Сейчас проживает в Псковской области Эстонии Ирина Аникина. И вот я пользуюсь ее материалом, вновь и вновь обращаюсь к ним и благодаря ей мне еще раз посчастливилось понять, что чаще всего в трудах Николая Константиновича, в его текстах имя Шахарских возникает среди с мусорством Модестом Петровичем, известным композитором. Она еще раз обратила моего внимания на этот факт. Вот вы видите на экране пленянника Елены Ивановны Шапочникова и Степанова Двоюродного, который стал священником Константин Якович Шахарского. Но вернемся к Николаю Константиновичу. Николай Константинович пишет, когда же вы поминаете Мусорского дяди Иванова, то тем сам вызывайте во мне обиход Шахарских, Кутятин, Галеничевых, Кутузов и всех родственных, связанных с нашим великим композитором. Трагедия жизни Мусорского тоже была истинно русской трагедией. Может быть, при встрече я уже вспоминал вам, что в одном имении по-неведению были сожжены многие рукописи великого творца. здесь вот это 35-й год, почерк Россия Цагар Кюре из книги Нерушина, а в другом своем тексте Николай Степанович пишет конкретно в каком именномеме? В имении Боброва Шаховский. Так получилось, что многие произведения были по-неведению, по-незнанию уничтожены. И об этом упоминает Николай Константинович. Мне посчастливилось также еще общаться с Николаем Степановичем Новиковым из Великих Луг, который написал несколько книг о мусорстве на Псковщине. И он тоже обращался и к Мирцу и в свое время даже к Святославу Николаевичу Рейбинус с просьбой рассказать о родственных связях между фамилиями Рейбов, Мусорских и Шаховских. И опять же всплывал этот печальный эпизод, когда последний год жизни, когда Мусорский работал в доме над эскизами своих произведений Боброва Шаховских, к сожалению, было все, что он там наработал, уничтожил. Это касается текстов Николая Константиновича. Интересно, Ирина Сергеевна Аникина собрала о ближайшем окружении Анастасии Васильевныши Шаховской, которую часто путают во многих изданиях с еще одним человеком, тоже Анастасией Васильевной, тоже Голенищевой Кутузовой, только Анастасия Васильевна с супругой Василием Васильевичем, Голенищевой Кутузовой, она в братьях Голенищевой Кутузовой. Анастасия Васильевна Шаховская, она в девичке Голенищевой Кутузовой. У них совпадают именно. Интересно, вот Ирина Сергеевна удалось проследить, как росла вообще Анастасия Васильевна. Она поступила по жребию баллотировки на бесплатные казенные воспитания 29 августа 1867 года в Смольный институт. И как и другие ее сестры Евдопия, Екатерина и Людмила должна была стать смолянкой. Но вот как установила Ирина Аникина, ей не посчастливилось в полном объеме стать смолянкой. Она по здоровью уступила свое место другой своей сестре Людмиле. Вот здесь очень интересные документы выписка, которые свидетельствуют об этом. Вот сейчас по порядку полистаю и вам сообщу. Псковская губерната предваритель дворянства. 15 декабря 1866 года. На основании такого-то пункта, такой-то статьи, такого-то тома свода закопок и так далее в издании 1867 года доносил дворянину Псковскому губернию, Псковской губернии, основному полковнику Василию Ивановичу Горничу Кутузову в том, что он действительно не имеет достаточных средств дать на свой счет приличное образование детям своим, дочерям, Евдохии и Анастасии. В чем выстреляют подписью, подписью моей приложение печати губернский предваритель дворянства Барон и Тенгов. Вот получив это свидетельство, отец отправляет Петербург на казенный счет в Смоне институт. Анастасия поступила и Докия поступила. А вот что выясняется. В Совете Импературского воспитательного общества благородных девиц от жены от старого полковника Анны Васильевны Гориничевой Кутузовой. Прошу, будучи вынуждена по болезненному состоянию дочери моей, казенно-коштной воспитанницы третьего класса Анастасии Гориничевой Кутузовой, по совету врачей взять вселенное излечение, прошу совет дозволить ее сестре Людмиле Гориничевой Кутузовой заместить ее вакансию, так как по многочисленному семейству и недостаточности состояния не имею возможности дать образование моей младшей дочери, представляю при всем следующие документы свидетельства о дворянстве, свидетельстве о рождении и так далее и тому подобное. 29 апреля 1872 года жена полковника Анны Гориничевой Кутузовой жительства имею в Псковской губернии Тарапетского города Тарапет село Канище. Вот где выросла Анна Васильевна. Кстати, вот эти документы, которые хранятся в Центральном Архиве Санкт-Петербурга, историческом Архиве Санкт-Петербурга в форме 2, указаны адреса, где жили Гориничевы Кутузовы и, соответственно, и Анна Васильевна, будущая княгиня Шахарская. Вот эти адреса. Значит, село Канище у Тарапетского уезда. Город, она также входила в какой-то период и в Холмский уезд. Дальше. Это 1872-1876 год. Раньше, в 1867 году, на Сергийской, в доме Кондратова, номер 54, квартира 3. Это улица Сергийская, если вы знаете, это та улица, где родилась в дальнейшем будущем Елена Ивановна, Шапошникова, Елена Ивановна Рейн. На углу Летениного находился Сергийский северный саду. В 1868 году в Московской части по Свенчуновому переулку в доме Савельева и еще также в Николаевской улице до Упцова номер 42. То есть 1 в мае, 2 в августе. В 1872 году у Пельсовского моста в доме Фейгина номер 12, квартира 29. В 1876 на углу Карецкой и Ивановской улиц в доме 6, квартира 12. Это вот адреса горнищего Кутузова в нашем городе. Ну и Пусковской губернии. В итоге Ирина Сергеевна Аникина проанализировала все документы и выяснила, что Евдокия проучилась в Смольном институте 5 классов, Анастасия тоже 5 учебных, то есть не 5 классов, 5 учебных лет, Анастасия тоже 5 учебных лет, Екатерина 8 учебных лет, Людмила 4 учебных года. Ну поскольку разница возраста небольшая была, мы могли исследовать друг за другом или одновременно учиться. И больше всех училась матери Екатерина Васильевна Голинищева-Кутузова в замужестве шамочниках. Что интересного еще можно сказать о Смольном институте, чтобы понять, что повлияло на воспитание. Ну например, согласно данным 1855 года распорядок дня был такой в институте. В 6 утра подъем, с 6 до 8 молитва, туалет, чтение Иванова, с 8 до 12 уроки, с 12 до 2 обед, прогулка, с 2 до 5 уроки опять, в 17 часов чай, в 20 часов ужин и после в дортуаре. Без комментариев. Вот такие подробности о детстве Анастасии Васильевны и тетки Лены Ивановны. Теперь о Василии Васильевича Галяничеву Кутузову и Анастасии Васильевне. Анастасия Васильевна Себрякова, вот у меня книга в руках, вышла замуж за него и была писательницей. И очень часто путают Анастасию Васильевну Себрякову с Галяничеву Кутузову, с Галяничеву Кутузову Анастасии Васильевны Шахарской. Вот это чувствуется и в разных изданиях и в разных книгах. Я специально фиксирую на этом моменте ваше внимание, чтобы ну как-то избегать эту путаницу. Опять же, с помощью Ирины Сергеевны Анастасии нам удалось с этим как-то разобраться. В принципе, очень интересная была семья. Вот фотографии архивные. Но никакого отношения к Шахарским, кроме как через сестру супруга Анастасия Васильевна Галяничеву Кутузову не имела. Итак, Анастасия Васильевна Шахарская, рожденная Галяничеву Кутузову, родилась 18 июля 1856 года в скончательстве в 1907 году. Вышла замуж за Михаила Константиновича Шахарского, три сына имела. Один из них Константин, второй Яков, третьего имя мы не знаем, и две дочери. Яков Михайлович был директором архивно-культурного училища в Псковской губернии. в 1938 году работал агрономом в Псковской области. Я специально перед сегодняшней нашей встречей позвонил в музей заповедник Изборск, говорил с директором Натальей Петровной Дубровской, и мы вспомнили, она мне напомнила, я это тоже хорошо помню, что у них в экспозиции в Псковской, в Изборске есть отдельный стенд, посвященный этим людям. Они имели большое приложение в жизни Изборска и жизни Печор. Ну, интересно все-таки вернуться к письмам опять. Я обещал почитать побольше письма, чтобы мы почувствовали, для чего нужны вот эти подробности, для чего нужны вот эти факты. Ну, возьмем восьмой медливат от 5 марта 1938 года. Она пишет гавка. Может быть, вам будет интересно узнать, что Мусорский был моим родственником, музеном моей матери, но я не знал его. Он был офицером Преображенского полка и никогда не имел настоящего музыкального образования, но был природным гением в этой области. После смерти своей невесты он с горя стал пить и погиб. Много его музыкальных рукописей погибло в имени моей тетки княгини Шаховской, где он проводил свое последнее лето. Я очень люблю его небольшие вещи, но они требуют совершенно особого исполнения большой музыкальности. В России были певицы, которые специализировались исключительно на исполнении его произведений. Вот такой факт делается. Теперь хотелось бы напомнить вам о Якове Михайловиче из генеалогических этих выкладов. Яков Михайлович Шаховской. Год рождения 1876-й. Уже много раз повторял, но еще раз хочу отметить, он родился именно в том самом времени Боброво, где погибли рукопись Мусоргского. Еще, кстати, забыл одну вещь. Мусоргский, который полюбился так Голеничевым Кутузовым, он был к соседам по имению. Его имение недалеко находилось в Наумово. В принципе вот и Боброво, и Наумово, и Каличево к соседнему саду. В Наумово так прекрасно музей сейчас Мусоргского находится. И он приходя в дом Голеничевым Кутузовым или в Боброво, это точно неизвестно, сохранилась такая его можно сказать речитатив. Людонский, Додонский, Катонский, Стасинский. И вот иногда порядок меняют речитативу. У Николая Псенча другой порядок в его тексте об этом речитативе. Людонский, Людмила Рыжова, Додонский, Емдокия Горгиевича Кутузова, то есть будущая княгиня Путятина, первая Брахимисова. Катонский, Екатерина, стала матью Шапочникова, а Стасинский, это Анастасия, княгиня Шковская. Так вот, вот эта Стасинская, Стасинская, Мусоргского, Савахмана, она была женой Якова Михайловича Шахарского. В родовом имени Поброва, Колбского уезды. Что сообщает о нем энциклопедия, посвященная новомученькам и исповедникам Русской православной цели? Что он был предводителем Колбского уездового дворянства, имел звание, имел образование гробома, с 9-го года был директором Псковского всеххозяйственного училища. Во время Первой и Первой войны занимал должность уполномоченного Красного Христа. В семье ему было 5 детей, 2 девушки и 3 мальчика. Младший Константин впоследствии стал священником. Во время Второй мировой войны миссионером Псковской миссии был реквестирован. Вот видите его фотографию. Есть еще один вариант более позднего периода. Здесь он уже поздно заберет. В ноябре 18-го года немцы оставили Псков, пришли в войска Красной Армии и начался красный террор. Семью Шаховских выселились из дома, красноармейцы обыскали из дома и несли фамильные драгоценности. Вскоре Яков Крикас был арестован. Он чудом избежал расстрела. Сидел в тюрьме несколько месяцев. После взятия города белыми войсками в мае 19-го года был освобожден. В период пребывания белой армии в Абскове был уполномочен Красного Христа. Вместе с отступающими войсками белой армии переедал семью в город Печор. Вы знаете, да, что с 20-го года Печоры входили отдельным районом в Эстонскую республику и не имели никакого связи с Советским Союзом. В Печорах во время гражданской войны работал санитаром и фозным парадом. Его арестовали в 40-ом году, когда Печоры вошли в состав СССР. Пять лет высылки в отдаленные районы СССР он получил, осужден в 40-ом году и умер в ссылке в городе Угенч в Средней Азии. Вот этому человеку писал Елена Ивановна свои замечательные письма. К сожалению, сохранилось только два. И они изданы в 6-ом томе переписки Елены Ивановны. И вот, чтобы вам было еще раз более понятно, почему я так долго все это рассказывал, послушайте эти письма. Будет понятнее. 14 сентября 1938 года. То есть все уже позади. Позади и удачное подписание фартерейка, и разрушение музея в Нью-Йорке, то есть и радость, и горесть, и многое-многое другое. Родной милый Яшин, это пишется отцу вот этого посвящения, родной милый Яшин, ты не можешь себе представить, какую радость и в то же время скор принесла нам твое письмо. Радость, что ты и твоя семья живы, и значит мы с тобой увидимся, и горе, узнав все, что тебе и твоей семье пришлось пережить. Особенно ужасна смерть Мстислава. Бедные, бедные вы, мои родные. Вот генеалогии нигде нету имени третьего сына, Мстислава. Мстислава. Кстати, Лена Ивановна, когда составляла свои генеалогические записи, это было в 50-е годы, в начале 50-х годов, она уже не сама это не упомянула, забыла. Ну, она пишет же в ответ на письмо, соответственно, она перед глазами имя сына умершего. Бедные, бедные вы, мои родные. Могу представить, как это отразилось на вас. Когда это случилось? Пожалуйста, напиши, насколько возможно погромнее о твоем житии быть именем. Нет ли у вас фотографических карточек своей семьи? Ведь я так и не видел твоих дедов. Неужели Костя уже жена? Опиши, девочек, хотелось бы знать, чем твое молодое поколение интересуется, каково их мировоззрение, что Миша, к чему у него влечение, это другой сын. Нас все интересует. Грустно было узнать, что Кать и Стаси уже нет в живых. Но ведь Стаси была замужем, остались ли дети? Слышала, что Костя в Париже, а его семье ничего не знает. Напиши все, что знаешь. Вероятно, ты не знаешь, каким образом мы оказались за границей. Мы ведь не эмигранты, и революция застала нас в Финляндии, куда доктора послали Николая Николай Аксинча еще в 16-м году набираться сил после ползучего воспаления легких. Русская-финляндская граница вскоре закрылась, ибо Финляндия сама переживала свою революцию. Судьба привела нас на Ладожское озеро бывше Сердова. И там мы спокойно пережили финскую революцию, ибо наше местечко не было затронуто смуты. А затем Николай Аксинч смог устроить выставку своих вещей, ибо картин его, находившийся на международной выставке Мальмё во время войны остались в Швеции. Выставка в Дельсинфорсе и в Стокгольме прошла очень успешно, и это дало нам возможность поехать в Англию для окончания образования мальчиков. Но в Англии мы остались в Севугодске большим, и получив приглашение от директора Чикагского института искусств выставить картины Николая Константиновича в музее по главным городам Америки, мы решили рискнуть и двинуться в Новый Свет осенью 2020 года. Художественный успех выставки был очень большой, и материально мы могли существовать, и дать образование сыновьям в Гарвардском университете. Старший Юрий окончил юридический и восточный факультет и был по выражению одного профессора звездой Гарварда. Младший Святослав пошел по архитектуре и художеству. Он совершенно исключительный талант, соединяет в себе портретиста и пейзажиста. На первой же международной выставке в Америке, будучи 21 годом, получил вторую награду. Первая была присуждена известному французу, уже заслуженному корифею. Вообще-то должна сказать, что мальчики вышли весьма удачными, и нет области, которой они не интересовались. Так Святослав интересуется древней восточной медициной и медицинскими травмами. И также алхимией. Юрий уже выпустил несколько научных трудов и сейчас заканчивает первую часть огромной работы по истории народа в Средней Азии. Оба моих сына, особенно Юрий, полны устремления к Родине. Родина живет у них как самая прекрасная мечта, и они верят всеми силами души в ее ближайший расцвет. Я не буду сейчас описывать целый фрагмент касающийся разрушения музея Рейха в Нью-Йорке. Это очень больно. Но своему вновь обнаруженному родственнику, которого она потеряла в годы революции. Прошло 20 лет, даже больше после того, как они в последний раз связывались друг с другом. Сейчас вся моя семья, пишет Лена Ивановна дальше Шаховскому, живет в Гималаеве на высоте 6,5 тысяч футов. Здесь у нас имеется дом и фруктовый сад. Наша долина славится своей красотой, и климат здесь близок к швейцарству. Мы все заняты с утра до позднего вечера. Сыновья мои большие работяги, каждый воплощен в свое творчество. Ни один еще не женат и не интересуется никакими общественными веселениями. Одним словом могу гордиться им. Николай Александрович пишет картины, пишет книги и напитывает прекрасными идеями, вроде пакта мира и знамени, охраны, сокровища и так далее, многочисленные общества, возникающие в разных странах вокруг его имени. Сама я тоже веду обширную корреспонденцию с членами этих обществ на духовные темы и компилирую и перевожу разные полезные книги. Пошли тебе собранную мною книжечку от всех и радость собрала я и группу «Основы пунктизма». Она вышла на английском языке. Не знаю, владеет ли кто из вас этим безобразнейшим языком? Все книжечки подписывают псевдонимом, да еще разным. Пошлем тебе и книги Николай Константинович. Ну, довольно о нас. Теперь перейду к родственникам. Саночка Муровцева с мужем и двумя дочками продолжает жить в Америке. Это линия Людмилы Васильевны Рыжовой тетки Илья Ивановна. Илья Морбцев работает в фирме Вестенгауза по своей специальности. Младшая девочка Галина работает при университете, пристрастилась к биологии. Старшая касатка не имеет специальности, но у нее хороший голосок, поет. Обе еще не замужем. Там же в Америке находится сейчас и Мариночка, дочка Сони Потоцкая. Она замужем за довольно состоятельным финансистом Марком Лостукером. Кажется, он имеет пампирскую карту. У нее три мальчика и, как пишет Саночка, мальчики способны и славны. Многое ее сестра тоже недавно вышла замуж за Сангарин в Париже. Брать видимо по любви. Живут скромно и оба зарабатывают. Соня с Димой живут в Америке во французском Марокко, где Дима состоит директором завода Суперфосфата. Имеется ввиду Путятина Соня и Дима Потосский. Соня часто наезжает в Америку. Мира Маркова это еще одна сестра Сони и Степана Мариана Павла Княжна Путятина в браке Маркова. Сыном и дочерью живет в Бельгии. Вторичный брак она вышла за полковника Реймана. Почему вторичный? Потому что Сергей Марков ее супруг герой Белого движения погиб от прямого попадания в бронепоезд на Кубань. Это герой знаменитый. Вот эта подробность до недавнего времени не была известна. Поэтому искать следы Маркова Марковой бесполезно надо искать следы Марковой а Рейма во Франции. Но брак оказался неудачным и они разъехались. Леля сын ее окончил университет по химическому отделу дочь недавно вышла замуж у своего же твариумного брата Чербыткина сына Стася дочери дяди Васи. То есть это речь идет о Василии Васильовича Галинища в Кутузове у которого жена Анастасия Васильевна которую часто путают с Шаховской. Сам дяди Вася давно уже умер за границей среди своих дочек в Александрии. О них мы ничего не слышим. писал, что старшая Ниночка самоотверженно поддержит своим трудом всю семью Чебыкин. Сам Чебыкин вначале был шофером, долго был инварином, но уже несколько лет как умер. Вторая дочка дяди Вася живет в Америке и служит в какой-то торговой фирме. Вероятно этим она поддерживает Стасию младшую сестру долю. Вообще ни мира, ни семья дяди Вася ничего нам не пишет. В начале 19-го года видели Ваню Будузов. Он с женой приезжал в Финляндию. Сейчас он в Южной Америке, в Бразилии. Очень тяжко пришлось ему. Он видимо надорвал здоровье на каких-то лесных работах. Сейчас ему что-то вроде язвы желудка. Если не жена не знает как бы он выжил. Последнее письмо от них было в конце 19-го года. А братик ничего не знают. Петроград как-то существует. Недавно Санна получила письмо которое сообщает что Хока женился во второй раз и что жена его очень милая и на днях у них родится сын. А Бобе не слово. Боба это дядя Боба крестный отец Людмилл Степан Демитсу основатель нашего музея. Дальше нашего милого Степаша Степан Степанович Митус отец основателя нашего музея Людмилла Степан Последний раз мы видели в Москве в Дальше году куда он приехал проведаться с нами. Наша азиатская экспедиция заехала и в Москву и через Сибирь проехала в Моголь оттуда в Тибет. Он очень постарел но ему удалось избежать особо преследований. Жилось ему трудно перебивался уроками музыки но все же удалось дать девочкам образованию уже год как не имеем известия о нем. Раньше он писал нашим друзьям Америку и те пересылали нам в Индию. То есть уже год это значит с 37-го года. Мы понимаем что такое 37-й год. Железный заново и супал окончательно. Сюда нельзя писать из нашей Родины. Знаем что последние годы он состоял директором санаторий Феденогорский который разросся в целый город. Сейчас это Кирос это Кирина Мурманской области. Дочки его остались в Петрограде и изредка наезжают к нему. Кажется они еще не замужем по-видимому учатся и служат. Вот о чем речь. О том что они уже были замужем в тот момент. И сейчас у нас музей представлен на выставках посвященная двум мужьям погибшим на фронте Олегу Всеволодовичу Карташову и Росславу Ильичу Трою. Связь прорвалась братья состоялись в 1934-1935 и дальше читали. Мне очень хотелось бы узнать о последних днях тети Стасюши от чего она умерла. Это та самая тетя с которой мы начали наше повествование Анастасия Васильевна Голиничева Кутозова братья княгиня Шаховская. Я очень очень любила ее. Вот понимаете если бы я не начитал до этой фразы я бы не стал сегодня вообще эту лекцию начинать. Иногда для того чтобы докопаться до какой-то очень важной ноты в жизни очень важного поворота мыслей достаточно вот такой одной простой фразы Я очень очень любила ее. Поэтому нам нужно эту любовь тоже сохранить. Также и подробности о жизни Кати и Стаси. Катя это та самая девчина с которой она представляет. В детстве. Твое письмо так остро воскресило прошлое. Знаешь ли ты что бедная тетя Дуня умерла в припадке больного помешательства. Это мать певица певица у нас в экспозиции представлен материал. Она приехала к мире в Бельгию и очень скоро пришлось ее поместить в сумасшедший дом. Трудно поверить чтобы это было возможно. Она была такая уравновешенная. Вероятно тебе интересно узнать как мы нашли родину в 26 году. Могу сказать что видели много троган особенно произвела нас жадок знаний с одинородом молодого поколения которые все растет как подчеркивают это многие иностранцы посетившие нашу родину. В этом устремлении знаний залог великого преуспеяния. В 26 году страна была сыта магазины забелывались с тестными припасами но в остальном были большие недохваты. Поразила нас Сибирь своим грандиозным размахом и красотой природы. Встречный народ и матросы на пароходах оставили самое прекрасное воспоминание. Дорогой яш русский народ сохранил свою душу и пройдя через горнило тяжких испытаний он закаленный восстанет и построит небывалую державу. Иван 100-тысячный призван теперь строительству за ним черед развернуть великий потенциал души русской. За эти годы мы столько путешествовали столько видели столько испытали и узнали психологию многих людей народа и научились смотреть беспристрастно на многое научились понимать причины многих тяжких следствий потому и скажем кто старое помянет тому глаз вон. Мое глубокое убеждение что спасение мира придет от нашей родины вспоминается в ней пророчество схимника жившего при последнем патриархе Тихоми о чертоге небывалом сужденном в России так оно и будет много прекрасного строительного и здорового совершается сейчас наша родина пожелаем ей от всего сердца скорее занять готовное место равновесие в мире возможно лишь той сильной России родной наш Яш я верю что мы увидим с тобой мощь и рост нашей родины потому береги свое здоровье для этого самое важное не останавливаться мыслями над тяжком прошлого но нужно устремиться поверх каждодневности и слепой очевидности в действительность и в будущее ничто так не обманчиво как очевидность но можно научиться распознавать действительность ты наверное недоверчиво усмытнешься что в наши годы мы можем устремляться в будущее да еще после всего пережитого но родной я глубоко верю вернее знаю а не прекращать всю себя жизнь то есть осознательность жизни после телесной смерти и возвращения на землю в новой телесной оболочке потому вопрос смены состояния или смерти для меня утратил свою остроту также знаю что в мире духа все сердечные связи не нарушаются но крепнут и вновь переплетаются в новых оболочках при новых встреч а кроме того и длительность человеческой жизни сейчас сильно возросла сплошь и рядом можно встретить очень деятельных 70-летних и старших стариков и старух секрет долгой и полной полезной жизни в непрестанной деятельности в упражнении нашей мыслительной способности в развитии так называемой психической энергии потому я собираюсь прожить еще несколько лет чтобы увядать родину и принести даже свой камень на построение будущего и так мы увидим тебя и всю твою милую семью пусть и твои милые девочки и сыновья думают о широком применении своих сил в недалеком будущем наши мысли строят и наше будущее вот интересное письмо правда интересно что Лена Ивановна поделилась радостью о нахождении Якова Михайловича Шаховского он потерян но нашелся и мы к сожалению не имеем возможности прочитать письмо на которое она отвечает но она в письме к Сане Муромцевой излагает содержание этого письма вот что она пишет 16 ноября 1938 года недавно получила письмо Яшик Шаховского из Изборска где он живет с семьей на пенсии года три назад его постепло большое горе умер его любимый сын Всеслав 1921 года от скарлатин и притяжных обстоятельств он отбывал воинскую повинность и находился в казарме когда заболел начальство не нашло нужное вовремя известить родителей и только когда он умер был послан к ним на квартиру полицейский с требованием убрать тело как пишет Яша жена его Оля чуть не сошла с ума и до сих пор они не могут совладать со своим горем кроме Всеслава у него еще два сына и две дочери старший сын Костя сделался священником младший Миша кончает гимназию в Ревене то есть это Таллин обе девочки сельские учительницы помогают отцу видимо девочки предприимчивые и каждый год ездят за границу с экскурсиями Миша в этом году тоже объехал большую часть Европы в качестве компаньона одного состоятельного молодого человека младшая Оксана выходит замуж то есть имя нигде нету имени вот тут возникает младшая дочь Оксана выходит замуж в будущем июня за инженера по фамилии Заркевич Яшик пишет что человек симпатичнее семья хорошая старшая Стаса опять понимаете все бабушки назвали старшая Стаса видимо прекрасный бывший человечек и любимица Яши она напоминает тетю Стасу сообщил Яше еще грустные вести тетя Стаса умерла в Пскове у Яши в 18 году от рака в желудке когда в 19 году Яши которую я очень очень люблю помните когда в 19 году Яша с семьей бежал в Эстонию Катя с ними ехать не захотела и поехала великие луки к Стасе которая скоро скончалась от заражения крови от нарыва в горле Катя стала тянуть ребят а детс их бросил зарабатывала Катя тем что служила при качестве в еврейской лавке и носила хозяеву воду по 5 копеек за коромынство Яши ей тоже посылал небольшую сумму ежемесячно и в одно утро ее нашли мертвой на кровати умерла должно быть от разрыва сердца как так писали знакомые вот вам судьба Кузины Евгенове и Степана Мюнс с которой в детстве снимался дети Стаси рассыпались в разные стороны и о них нет никаких сведений так же ты удивишься что и Костя сейчас живет с Яшей трое младших детей его остались в России не мог вывезти одних везти нет три сына и дочь были с ним в Париже но отношения с ними у него не совсем ладно потому Костя после смерти жены перебрался к Яше материальное положение его не важно помогает ему кое-чем младший сын Федор так в кучке живут я была рада получить везточку от него письма его такие сердечные неверазимо жалко мне бедную Катюшу всю свою жизнь она служила своим близким посылаю тебе его адрес может напишешь ему еще раз глядим на эти лица вот такое старое письмо читать понимаете да ну и сохранилось еще одно письмо Елене Ивановне Рейли к Шаховскому в ответ на то что он узнал на то что она сообщила от него родной наш Яша и сказать не могу как порадовали нас присланы тобой карточки девочки твои прелестные и Стасюша действительно напоминает тетю Стасю поцелуй покрепче от меня дай бог счастья Оксаночке в ее новой жизни сыгранном ее спутником жизни Миша похож на тебя и на дядю Мишу Оля же со своими седыми волосами настоящая маркиза ты мой родной хотя и постадел все же могу узнать милого Яшу который в детстве писал мне письма с изображением голубков и так Костя духовный пастырь можно приветствовать его на этом пути служения народу в незалеком будущем велика будет нужна высокоинтеллигентность духовных наставников которые могли бы явиться руководителями нового народного сознания основанного на понимании смысла жизни как великого служения общему плану наши старые наставники именно перешили недостатком просвещения косностью и страшной нетерпимости отсюда и такое рушение церкви эволюция этот основной закон бытия должен получить признание ведь жизнь и есть эволюция там где происходит в затяжке и приостановке эволюции там наступает разложение свет новых научных достижений особенно в области парапсихических явлений должен проникнуть из-за церковной ограды хотелось бы знать согласен вы с этим Костя родной Яша болью сжало сердце прочтя твое признание что вся твоя радость ушла со смертью славы то есть Мстислава и что вера и надежда пропали осталось лишь поверь родной что жизнь Стислава на земном мире сейчас гораздо счастливой чем она была бы на земле и вот дальше это письмо дороги большое я не буду его ценником зачитывать обращаю ваше внимание на шестому тому писем ну а Якове Михайловичу мы поговорили упомянули и хотелось бы еще немножко слов добавить о Константине Яковлевичем вот на экране он родился 29 октября 1935 года скончался 4 июня 1972 года прожил большую и очень сложную жизнь протаилей мученик Зален Рюрикович князь из рода Шаховских и один из прототипов фильма Бомб известный фильм Хатинентг в 2009 году был снят тесть Владимира Бакова метроформного протеерея настоятель Никольского конечно образ собирательный в этом фильме но если вы не смотрели призываю вас посмотреть несмотря на какие-то издержки может быть натяжки в чем-то несоответствие этот фильм потрясающе дает образ священника который попал в мясорубку своего времени вот священник который служил русскому народу всегда и когда пришли немцы и когда они ушли и когда их не было и когда была советская власть и ему пришлось возрождать православные приходы в условиях немецкой оккупации за что естественно он потом пострадал это очень непростая ситуация но вот в этом человеке показано это непростое время и я не веду на экране сейчас смотрит макалец главный и многие черты узнаются от константин якович хотя есть и другие проходят в данном случае константин якович очень достойная фигура что еще можно сказать вот он женился на Елизавете Петровне Нестеровой дочери русского географа Петра Владимировича Нестерова стал священником в 1937 году о нем очень много интересных книг написаны книги я не буду описывать эту историю скажу только что в Гулаве он провел время к счастью уцелел и в отличие от отца который просто умер в ссылке в Ургенче он прошел все и канонизирован архиерейским собором русской православной церкви уже после своей смерти его младшая дочь родившейся в 1943 году Татьяне Константиновне Штеновская вот здесь уже интересно мне упомянуть о том что я лично знаю потому что я с ней по переписке общался лично здесь здесь интересно материалы какие-то привести и продемонстрировать вам тоже на экране оказалось что Людмила Степана Витусова она стремилась так же как и Рерихи поддерживать связь своему и до поры до времени сохранять консервировать эти связи чтобы не потерять ниточки самым лучшим самым достойным Юрий Николаевич например когда вернулся на родину он практически старался найти всех кто здесь остался Лепранди например какие-то еще Витусова Людмила Степана рассказывала как он с уважением относился к своим родственникам для чего он это делал что было важно в этом некоторые говорят что родственные связи не имеют никакого отношения или почти никакого духовного отношения между людьми и вроде бы даже в учении живой этики мы можем найти подтверждающие эту мысль положение что самое главное это духовное артство а не физическое да но если вы возьмете сами Крейл которые эту мысль продвигают в своих книгах они являются примером поддержания этой связи на должном духовном уровне родственные связи важны в духовном плане и вот что Людмила Степановна оказалась знакомая сначала не знал просто как знакомая Татьяна Костяновна Шаховская которая вот является правнучкой тети Стасимшин любимой тети одной из наверное любимой тети для Неваны Рейн это ее письма Людмила Степановна Митусова открытки вот вы видите как она сама с удовольствием поддерживает отношения с Митусовой своими дальними родственницами называет тети Людмила Степановна и эти отношения в какой-то момент затих но в середине 90-х годов вот у нас появилась интересная информация на Людмила Степановна Митусова а я тогда уже с ней общался даже жил у нее вышел Эрик Юрьевич Рыжов или дальний русский который жил в Стокгольме и он прислал ей письмо с желанием искреннего общения и вот я еще вернусь к Шаповской а переписку с Рыжовом я тоже хотел бы вам пригласить вот это Эрик Юрьевич Рыжов он прислал замечательное письмо вы смотрите как пишет я вам хочу обратить внимание на язык и на контекст Стокгольм 20 мая 92-го года дорогая кузина Людмила через Бориса Алексеевича Смирнова выставку на третьем этаже посетите не забыть 10 часов картин Бориса Алексеевича Смирнова у которого недавно была выставка тут в Стокгольме я довольно подробно узнал о жизни участи вашего отца троеюродного брата моего отца Юрия Федоровича Рыжова мать его Елизавета Юрия Рыжова рожденная Малевская Малевич двоеюродная сестра вашей бабушки я тоже хорошо лично знал сводную сестру вашего отца тетю Соню потоску рожденную путятину и ее дочь кузину Марину и кроме того переписывался с ее второй дочерью с кузиной Галю и Сану Муромцеву и дочерей тети Саны у рожденной Рыжовой я с ними долгое время находился в переездке радуюсь от души что и вы теперь появились в моей жизни чудо что вы пережили весь советский ужас впрочем как поживают племянники тети Ряля в следующем году намереваюсь поехать в Петербург если это будет возможно надеюсь тогда встретиться с вами и с вашей сестрой но до этого поеду с женой на юг Европы и вернусь только в октябре мой адрес и телефонный номер преданный вам кузен Эй Елена Иванова в этих же выражениях пишет своему кузену только поколениям раньше даже двумя поколениям раньше видите язык тот же самый отношения такой же понимание и мягкость и дружба и такая забота каждую мелочь выпуклах стараются с позитивной стороны подчеркнуть вы помните как она пишет о отношениях между молодыми представителями рода как она радуется когда кто-то поправился или наоборот получил хорошую работу при этом будучи обеспеченными теряют человеческого облика это все в деталях подчеркивается подчеркивается от Эрика Юрьевича мы получили очень интересное духовное завещание его отца милый дорогой мой мальчик судьба лишила меня радости видеть тебя взрослым и этим не дала мне возможность передать тебе тебе лично некоторые сведения ты знаешь что я уехал из России в октябре 1922 года в Швецию где и умер то есть писал потому что знал что сын прочтет понимаете но он тут много кого упоминает упоминает всех тех кого упоминает практически ну тот же самый круг и здесь он так же пишет о родственниках вот Шаховские остальные погибли во время Револицы или пропали без вести именно князья Путятин Перский Черепановый князья Шаховские и тому подобное один родственник был и вот письма которые мы получили вот получали от Эрика Юрьевича где он как-то радовался делился тем что он нашел новую родственницу а я ему написал о тех исследованиях о тех работах которые мы ведем на базе собрания Людмила Степана Митцова собрания Степана Степановича Митцова и он в ответ мне пишет уважаемый Владимир Леонидович по поводу вашего письма сообщаю вам что мы уже в апреле собираемся на несколько месяцев наше здоровье требует какого лечения и перемены в своем дальше он пишет ну была идея как-то повидаться и Людмила Степана приехали вы пишете вы пишете что Людмила Степана была сильно больна она не хотела в больнице и она в таком состоянии что даже не могла чертнуть мне хоть пару строчек меня очень беспокоит ее здоровье будьте добры передайте ему привет и мои наилучшие пожелания после того как было получено письмо он обрадовался и прислал еще целую стопку материалу и одна из вырезок это статья Зинаиды Шаховской еще одной представительницы славной памяти Шаховской и вот тогда я понял что надо найти кого можно по максимуму пока еще живы и как раз с того моменту закончилась систематизация актива Людмила Степана все переписки все письма были разложены по алгориту все бумаги были более-менее как-то предварительно систематизированы и тогда выяснилась судьба Татьяны Константиновны Шаховской и ее конкретно переписки вот интересно что пишет Татьяна Константиновна из там где она проживала надеюсь она и сейчас здравствует но уважаемый Владимир Леонидович благодарю вас за обрисанный материал сердечный привет Людмиле Степане она прислала армянских очках потому что это ее интерес Христос воскресе дорогая Людмила Степана рада была получить известие о вас переписка со многими россиянами прекратилась да и во вскоп с сестрей езжу теперь только один-два раза в год снова часть нашей семьи оказалась за границей оторванной от Родины помните о чем писала разделилась ничего не поделаешь хотя и очень грустно слава Богу мы потомственные эстонские граждане в кавычках то есть не сталкиваемся со многими трудностями русского населения Эстонии которые причислены к разгляду иностранцев на работе пока тоже те же так что берег жаловаться всего вам доброго будьте здоровы Татьяна Шаховская 30 марта 96 года 20 года назад но уважаемый Владимир Леонидович ваше письмо чудом дошло до меня так как я уже больше 10 лет не живу по этому адресу все что вы делаете очень интересно и благородно к сожалению я мало чем могу вам помочь у нас в семье не сохранилось никаких материалов о нашем роде ни документов ни вещей в 19-20 годах дед мой Яков Михаил Чеховской чудом спасся от расстрела и каким-то образом пробрался в Эстонию вот я сейчас читаю текст то что Елена Ивановна писала свои письма то что писала пишет внучка в чем отличие в чем совпадение очень интересно правда его жена и дети старшему сыну моему отцу было 12-14 лет попали на последний пароход который белогвардейцы отправили в Эстонию перед самым наступлением краски к сожалению никаких подробностей не знаю так как это только устные рассказы которые никогда не записывались а у меня увы плохая память напахнет отец мой был священником во время немецкой оккупации работал в так называемой миссии и многое сделал для восстановления церквей церковной жизни на вскоре а затем обычная судьба 10 лет лагерей ссылка и так далее думаю что работа в миссии была бы интересная тема для вашего сборника но у меня нет никаких документальных материалов или записей чтобы об этом написать тогда мы составляли первый тон петербургского рейтинского сбора и приглашали всех кого только могли из родственного окружения может быть вам поможет может помочь петербургского петербурга с Андреем Александровичем и еще было одно письмо большое спасибо за приглашение мы приглашали на первую научную конференцию которую организовывали в музее Пушкина к сожалению приехать не смогла по понятным причинам мы теперь за границей и поездки в Россию связаны с оформлением визы не помню что я вам писал о предыдущем письме сейчас постараюсь ответить по вашему письму простите если будет повторение первое в тридцатые годы Елена Ивановна Рейх переписывалась со своим родственником Яков Миталовичем Шаховским который жил в то время с семьей в Эстонии то есть она знала помнит об этом хотя документы эти стали известны только буквально несколько лет назад когда она опубликовала значит в семье память об этом жила дальше читаем однако в своих воспоминаниях Елена Ивановна дает не совсем точные сведения о нашей семье исправляя ее данные я представил этот фрагмент который в самом начале демонстрировал где нету имен дочерей не хватает имени одного сына хотя в письмах это все есть даже ее в самом видимо к старости то что вывезли просто издавали и дальше она исправляет мы дополняем у Михаила Константиновича Шаховского и Анастасии Васильевны Гогничевой Кутузовой было пять детей Константин Яков Екатерина Анастасия Михаил все соответствуют письмам Михаил умер в детстве Константин Михайлович Гродницкий Гусар слово Гусар помните? женился на Елизавете Илья Роднозовой и у них было девять детей Грина Ивановна пишет о количестве детей во втором письме Яков Михайлович Константин Георгий Михаил Федор Всеволод Екатерина Анна плюс тут имеется ввиду скончалась молодой Нина Елизавета скончалась в детстве таким образом Константин Георгий Михаил Федор Всеволод Екатерина Нина жили долгую жизнь во время революции все дети за исключением Нины оказались Нина Константиновна вышла замуж за Давида Ивановича Тенера живет во Владимире ей сейчас 89 лет это 96-й год октябрь потомки Георгия и Михаила живут во Франции Всеволод в Канаде Екатерина была замужем три раза первый муж барон Ховер Елена Ивановна пишет третий умнов у нее было три дочери их судьба мне неизвестна Константин Михайлович жил сначала в Париже затем у своего брата Якова Михайловича Печорова опять же помните пишет что соединились все вместе живут где и похоронят Яков Михайлович Шаховской мой дедушка был до революции директором хозяйства училища Борусской он был женат не на дочери священника а на дочери провизора Ольги Федоровны Буршевич обрусевшей немки у них было пять детей Константин Анастасия Ксения Мстислав Михаил Константин мой отец священник Мстислав умер в молодости отбывая воинскую поведенность похоронен в Печорах помните этот эпизод Славчик умер заберите тело пришел полицейский Михаил эмигрировал в Австралию женился на немке и имеет там многочисленное потомство Анастасия в замужестве Гусева также переехала в Австралию Ксения вышла замуж за Владимира за Лисеевича который был в 40-м году расстрелян а она с 11-месячным сыном была вывезена в Сибирь сейчас живет у меня ей 87 лет это это комментарии исправления по поводу статьи Ивана Ивановна Рей и второе и романах Иоанн Шаховской о котором упоминает Рей Николай Васильевич в своем письме барону Таубе впоследствии епископ Сан-Франциский автор многих духовных книг Зинаида Алексеевна Шаховская его родная сестра вот газетную вывеску которую прислал Рыжов Эрик Юрьевич я вам не мастерил ее статья жила или живет в Париже многолетний редактор русской мысли росло наше с ними очень отдаленное 13-14 юродное дядя и дядя в Париже живет их родной племянник Дмитрий Михайлович Шаховской если вы хотите получать о них более подробные сведения то еще раз советую обратиться к Шумкову у него есть прямая генеалогия Шаховских а также адреса многих ныне здравствующих Шаховских на родине Евросии сущих если еще чем могу вам помочь то буду рад кто такой Эрик Юрьевич Рыжов вот который я и упоминал как-то хотел чтобы она тоже знала про Рыжовых у меня очень мало сведений Людмила Леонила Граничева-Кутузова братья с Рыжовым у них дети Боба Кока Людя у Коки дети Стасик и девочка вот она пишет просто вот такую таблицу куда здесь вписывается Эрик Юрьевич А я могу сказать куда Эрик Юрьевич он брат жены брат мужа Людмилы Граничева-Кутузова брат сын брата сын брата поэтому он по параллельной линии же Рыжова а про Малевских Малевичек я вообще ничего не знаю по какой линии это родство это опять же по линии Эрика Юрьевича Рыжова сердечный привет Людмила Степановна всего вам доброго искренне ваших Татьяна Шаховская вот единственное что мне теперь стыдно что я эту связь не поддержал не надо ее бы возгновить надеюсь она еще жива в 43-м году родилась должна быть еще жива наконец она мне написала 9 июня но уважаемый Владимир Леонидович благодарю вас за пресканный доклад прошла его с большим интересом письмо получил еще до Нового года но не стала торопиться с ответом чтобы мое письмо не попало в новогодний зато с письмами из России в России всегда сложность некоторые теряются многие особенно из Москвы идут по месяцу до Пскова мои письма добираются две недели а вот ваше дошло за неделю почти рекорд хотя рождественские праздники уже кончатся к тому времени как вы получите мою весочку передайте пожалуйста Людмиле Степановне что я думала о ней в рождественские дни и вспоминала наши редкие встречи на Нинограде в России не было уже полтора года так как живу с тетей Ксении Яковлевне с сестрой отца которая 88 лет и которую не хочу оставлять одну на долгий срок моя сестра Лена из Пскова периодически навещает нас еще раз спасибо вам большое всего доброго Татьяна Шаховская вот так вот она возлюбила в 70-е годы Татьяна Ильдович в чем темный курт я даже не знаю это две сестры одна из них в Пскове живет другая в Тату какая из них кто там не подписан чье-то потомство видите видите как все это важно вот начиналась эта папка Шаховских у нас в археи вот с этого письма дорогая тетя Азюма это Людмила Аминцева тетя вот но во всей этой истории с Шаховскими есть конечно немножко другая страница я уже упоминался и архиепископ Иоанн и упоминалась Зинаида Шаховская мне совсем уже мало времени осталось не хотелось бы конечно покой на такой важной теме говорить но все-таки я хотел больше времени посвятить тем кто в близком родстве находится а не так как вот вы видите 14-16 ее родные дядя и тетя вот этот архиепископ Иоанн о котором уже упомянули мы выше вот тоже оказался связан с Рейхомом но не родственно не дружественно а негативно у него очень интересная жизнь очень интересная роль и эту роль он он родившийся 23 августа 1902 года очень последовательно выполнял свою жизнь будучи святителем проповедником писателем поэтом и среди его сочинений о перевоплощении о сектанстве православии православии сектанстве беседы с русским народом опыт призвания установления единства очень интересная и незаурядная фигура но что Елена Ивановна Рейх упоминает о нем достаточно негативно в связи с тем что этот человек набросился и совершил выпад в сторону Николая Константиновича и об этом Лена Ивановна пишет и в письме Гюльзовскому 19 ноября 1937 года и об этом она пишет еще в одном письме Гюльберсдорфу 1936 года ей конечно горько читать несправедливые слова знать несправедливое мнение своему великому и выдающимся можно это понять ее можно ну вот что Елена Ивановна пишет например Цельсбердон конечно всякое противодействие прогрессу мыслей или продвижению во всех областях знаний следует отнести к проявлению манизона но так прогнили многие устои что приходится смотреть на все спокойно не остановить мощного года событий вы пишите о вашей переписке с Иоанном Шахарским думаю что она принесет вам мало радости могу утверждать это на основании личного опыта тратить время на подобных корреспондентов не только бесполезно но пожалуй даже время истина в кавычках давно и не обретена в обеспечении земном и потому понятия беспредельного постижения и познавания не существует в их словаре слова проникнутые довольно таки серьезным негативным впечатлением от чего она возникла ну например вот в письме Физовскому она пишет приводит сведения которые получают великие из Парижа 37-й год ноября в особенности тяжкое положение русских в Германии допускаются туда только вырожденцы короче но главные наши соотечественники поставят там в зависимости от темных личностей по духовной части епископ Тихон и отец Шахарской возглашающий хайпитлю по-немецки на их тени по гражданской административной части убийца Тобороски который застрелил Набокова возвращенный с каторги назначенным начальником бюро по выдаче документов и так далее то есть в этом в ряду казалось бы все на этот человек можно поставить крест но уже который раз я нахожу у Николая Константиновича удивительное терпение смирение и любовь к любому человеку даже к тому кто на него набросился с осуждением подобные случаи не один в его жизни но и из таких случаев например отношение к писателю-гущему который жил в Эстонии и которому книгам которого Рейлих писал предисловие но между этими предисловиями бывали периоды когда гущих распускал Рейлиху всякие вредные слухи писал всякие небылицы даже просто хулил осуждал его бравировал и Николай Константинович зная это его отношение поведение все равно продолжал посылать доброжелательные предисловия в более литературные труды чем это возникло если бы он эмоционально если бы он в принципе мог от него отмахнуться и правильно может быть и сделал восприятие его общества ну как человек оскорбляет хотя бы просто не обращать на него внимания но Николай Константинович испытывал всегда удивительное какое-то сострадание к таким заблудшим людям он видел что в чем-то главном этот человек средний лучший из многих и он посылал ему добрые славы мы знаем какова судьба этого будущего он умер от рака любви владель за все это заключает ну вот про переписку Николая Константиновича и священника Иоанна архиепископа Иоанна известно уже достаточно хорошо в журнале «Культура и время» во втором году в четвертом номере была большая публикация Лавриновой приводятся письма Николая Константиновича очень интересные письма отцу Яну и каждый раз когда отец Иоанна осуждает его полицает сейчас не буду вдаваться во все эти детали Николай Константинович продолжает ему терпеливо объяснять чем он занимается к чему все его усилия что означает это или то что может быть он поторопился с выводом об этом или то очень терпеливо разъясняли чтобы сохранилось письмо 10 февраля 32 года очень большое 24 апреля 32 года уже поменьше и совсем короткое письмо 24 1 32 те кто хотят почувствовать понять всю степень сострадания релик к заблудшему к ошибающемуся к осуждающему собрату почитайте эти письма глубоко уважаемые не страшные для человечества понятия от которых необходимо отрешиться всем кто хочет отойти от разрушения и разложения светлого будущего сами заглавия отделов книги ваши горят как веки твердо запечатленными да об этих понятиях нужно не только мыслить когда-то во ночи никодимом подобном но действительно пришло время свидетельствовать о них в широком умещении и просвещен нетерпимость и распознавание всех сияний благ от одного света всех и каждое сердце в котором не угас огонь творящий благой все эти сердца сейчас должны быть вместе это так начиналась переписка ну в общем призываю вас обратиться к этому материалу и все упреки которые высказаны в сторону Лерика удивительным образом со смирением но очень подробно Николай Александрович пытается объяснить как-то изменить по неведению то что ему ставится на них вот например о Христе спасителем благоуважаемый отец Иоанн ваше письмо 29 января мы получим искренне рад что вы говорите искренне это и есть единственное условие сношения человечества разрешите мне тоже сказать совершенно искренне ибо если мы упоминаем в писании имена величайшие то это самое обязывает и нас той искренности и сердечности которая позволяла бы нам помышлять и высокие понятия вы уже получили письмо мое о вашей книге Слава Воскресенье и вы знаете то сердечное восхищение которое вызвало эта прекрасная книга ваша так зовущая возвышающая и радующая сердце книга ваша зовущая но письмо ваше отталкивающая но вы служите Примадонну Сергию славному воину Христову никто и ничто на свете не может меня заставить отклониться от посильного служения тому же великому воину Христову заступнику и предстателю земли русской чтобы вы не стали говорить обо мне по недоразумению ли по наговорам ли но ничто не может нанести с моей стороны трещины между служащими имени Святого Сергия сейчас сейчас так необходимо единение вот вы пишите почему я позволяю называть себя ваш пол а ведь это не верно и вообще никаких подобных эквивалентов культурных учреждений это быть не может вы как бы укоряете меня за ту долю терпимости которую вы или прочли или услышали и так далее то есть идет вот такой диалог между братьями во Христе коли какие-то злонамеренники или одержимые шепчут о чем-то то проверим все факты проверим почему я отказываюсь от многих отличий предлагаемых мне за деньги и даже за очень маленькие суммы часто такие предложения сопровождаются даже угрозами в случае неприятия их еще недавно в Америке мы открыли существование какого-то лица рассылающего подметных и ретнические письма так что скрывать нечего то мы сейчас же обратились с детективом причем обнаружили что этот клеветник известный вор уволенный отовсюду за многие кражи и чем-то оплачен вот с какой с такой-то темнотою приходится сталкиваться если я вам расскажу о самых уродных выявлениях зависти клеветы и лжи вы как человек искренний будете потрясены среди этих трудов и больших трудностей не скроешь что именно имя Святого Сергия является прибежищем нашим он рассказывает о своей работе по созданию конописной мастерской в свое время о многих других трудах поручая себя молитвам вашим накалами и заканчиваем второе письмо третье письмо уже более короткое кто захочет может прочитать их самостоятельно вот вот такая интересная тема и вы видите здесь переплетение сонев и близких шаховских и дальних и Иоанна Шаховского его сестры Зинаиде Шаховской статью которую прислал Эрик Юрьевич Рыжов все это вы видите в одном едином архиве в одном едином изучении ну что можно сказать подытожив эту тему этот пример взаимоотношений с родственниками еще раз показывает что любые взаимоотношения любые контакты должны идти по духовным путям по линиям духовной близости и духовной работы если возникают какие-то трения и если возникают какие-то непонимания то их надо постепенно и терпеливо разъяснять что касается родных и близких и любимых родственников которые духовно тебе близки никогда не нужно это забывать и всегда стремиться сохранять эти отношения и Елена Ивановна Рейли и Николай Александрович это демонстрируют всей своей жизни спасибо